Привет, я медицинский психолог, я Алена и я нутрициолог. Здесь про здоровье, ментальное и физическое, одно зависит от другого. Сегодня про навязчивые мысли. Сегодня мы поговорим про них, потому что есть у меня клиенты, которые это испытывают. Если немножко про биохимию, я знаю, что с обсессивно-компульсивными расстройствами, с депрессией, с тревожными расстройствами люди это могут испытывать, но во многих случаях они не знают, что от этого не нужны препараты или какая-то история. Во многих случаях здесь нужно помочь своей биохимии, наладить обмен серотонина. У некоторых есть проблемы с аммиаком, с токсичностью. В общем, очень много моментов, которые нужно решить через биохимию. Но я, к сожалению, не биохимик, я просто знаю, что это бывает. И я, к счастью, всего лишь хороший человек. Мне сегодня сказала одна, говорит, Алена, вообще-то вы очень хороший человек. Я говорю, спасибо, 10 лет, наверное, научилась. В общем, дальше. Навязчивые мысли, они бывают, особенно у тревожных и мнительных людей. И также бывает эта история при расстройствах пограничных, при дефицитарных состояниях, при гормональных сбоях, при нейрозаболеваниях. В общем, огромное количество. Но я сейчас с вами поговорю четко, и кого это мешает, и как с этим справляться. Напоминаю, что этим можно научиться управлять. И управлять можно научиться через когнитивно-поведенческие навыки. Когда у вас появляется какая-то мысль, постучать, позвонить другу, позвонить своему брокеру, создать какое-то видео вообще не по теме, это я уже про себя говорю. Это происходит автоматически. Иногда отрегулировать это невозможно. И пока вы подумаете, там, чего не хватило, Б, Е, Д, Ж, адреналина, дофамина, окситоцина, серотонина, уже день пройдет. Соответственно, действовать нужно. Когда вы знаете, что навязчивые мысли вас отвлекают от какого-либо действия, я рекомендую сделать самую простую такую технику, которая 100%, 100% пудов, еще такое фу-фу-фу-фу-фу-фу, фу-фу-фу-фу, надо будет на видео это обработать, действует. В общем, что нужно делать? Первое, это взять эту мысль и посмотреть на нее как на что-то. Вот как на дом в окне, как на что-то, ой, классно, это мысль. Привет-привет, мне нужно действовать дальше. И когда вы научитесь это делать, отслеживать, а правда ли мне это нужно, а действительно ли я этого хочу, или это временно, или это привычная моя темка, избегание. Ведь у многих навязчивые мысли это признак тревожности или признак незакрытых каких-то нерешенных проблем. Поэтому что нужно делать? Если у вас мучают тревожные мысли, очень-очень важно для себя решить, что вы за ними наблюдаете и не включаетесь. Чем вот эти навязчивые мысли отличаются от нормальных? Нормальная мысль это позвонить маме и спросить, мам, как дела, как твое здоровье? А ненормальная мысль это сто раз на день крутить, как у мамы дела и звонить маме там 150 раз. Нормальная мысль это подумать о ребенке, что у него там в школе. Ненормальная мысль это когда весь день думать о том, как там у ребенка в школе и соответственно не присутствовать ни на работе, ни в своей жизни, а просто сидеть в этой мысли. И это действительно не всегда очень удобно. Другой момент, навязчивые мысли бывают более серьезного характера, мы не говорим про обсессии, компульсии и все, с чем я сейчас пока не работаю, закончила, хватило, мы говорим про навязчивые мысли, которые бывают действительно мысли о парне, мысли о девушке, о бывшем, о том, что нужно сходить к эндокринологу или там, ну какая-то мысль, если она нормальная, это значит, что вам действительно это нужно сделать, то есть вы понимаете, что гештальт не закрыт и от этого у вас боль, пока вам больно, вы не закрыли гештальт, происходит такая ерундовина, следующее, если мы с вами говорим про то, как отличить навязчивые мысли от тех, которые в принципе нормальные, то она появляется с достаточной чистотой, вызывает какие-то неприятные у вас моменты и соответственно нормальные мысли, они в принципе про здоровье, то есть проверить там, как у сына дела в школе раз в день, два раза в день, это нормально, ненормально, когда это происходит с большой чистотой и это мешает заниматься работой, другой момент, навязчивые мысли, с которыми вы не можете там уже совладать, это прям такая отдельная история и об этом я сниму отдельное видео, подписывайся на меня, здесь про здоровье.